Клава Безверхова разбила сердце Игоря Григорьева. Вчера вечером она прислала ему сообщение, в котором призналась, что всё это время любила другого человека. И только сейчас, сравнив двух мужчин, поняла, что Игорь тоже стал ей дорог. Молодой человек был потрясён такими откровениями Клавы. Горькая правда, что он всегда был для Клавы на вторых ролях, сводит Игоря с ума. Я отвечаю, знаешь, мне как будто бы это, биты по голове ударили. Да, да, да. Ну даже просто сам факт его отношения, ходёшь с кем-то общаешься, что-то прояснять, понял. Ты выходи из отношений, выясняй потом тогда. Да. Гештальты у нас любят закрывать девочки. Дмитрий Мещеряков после долгих ухаживаний добился благосклонности Элины Рахимовой. Хорошо, я объявляю вас парой, идите в сугроб. В тот же вечер девушка уехала отдыхать к тёплому морю, наказав Диме избегать соблазнов. Тяжело, но что делать? Мужской путь, он не так лёгок, как кажется. Вот только все мечты Димы о взаимной любви рухнули. Он узнал, что Элина общается с молодым человеком за периметром, с которым её познакомила Клава, и ждёт его появления на проекте. Сегодня соперник Мещерякова, тоже Дмитрий, приехал на поляну. У меня к тебе новость. Какая? Вот такая. Много говорили об отношениях между друг другом, типа туда-сюда. Ты же понимаешь, да, тут, что это просто разговоры? Да. Моё сердце выкинули на помойку, растоптали. У меня здесь нет конкурентов и не будет. С кем мне здесь бороться? Новый ухажёр Элины остался дожидаться её на поляне, а Диман решил полностью отказаться от общения с роковой блондинкой. Эволюция произошла у нас на Доме-2. Элинка Рахимова одного Димана-хулигана сплавила, и появился второй Диман, и тоже спортсмен. Так с кем же она будет, мы узнаем. С Андреем Черкасом на Доме-2. Действительно, к нам сегодня приснился ещё один Дмитрий, который серьёзно, очень серьёзно настроен на Элину Рахимову. Дима, привет. Мы давно ждали человека, который сможет утихомирить нашу тигрицу. Я здесь. А-а-а. Ух, я чувствую. Мужиком отсюда пахнет с этой стороны. Чем тебя зацепила наша Элина, и что ты пришёл ждать её здесь? Мне сказали, она шумящая, наглая, дерзкая. А тебе такая нужна? Таким нравится девушкам. Обычно же должна быть тихая, спокойная, покладистая, женственная. Я сам не спокойный и не тихий. Так, и тебе нужна такая, да, боевая девчонка? Чтобы с ней было интересно. Слушай, но ты сегодня пообщался с Димой Мещеряковым, который когда-то был готов свернуть горы ради неё. Более того, у него есть к ней чувства. Вот как ты считаешь? Она прилетит обратно с ГУА. Она прилетит к тебе или к другому Диме? Я считаю, ну, правильным. Она сюда приедет, и мы поговорим. А ты с ней как-то коммуницируешь? Общаюсь? Да. Ну, конечно, общаюсь. Как-как? СМСками, звонками? СМСками. Ну, переписываемся, разговариваем, нормально всё. А как давно вы переписываетесь? Где-то, условно, неделю. Ну, плюс-нибудь. Неделю? Получается, что, улетая отсюда, она поставила нашему Диме условие, что никаких женщин 10 дней в Химке не ездить, а сама уже общалась с тобой. Ну, наверное, получается так. Ну, сопоставляя факты, да? Ну, мы с ней просто общались. У нас никакого там, что-то там, какие-то там поцелучки, такого ничего не было. Пока. Просто, просто обычный диалог между двумя людьми. Всё. Мне сказали, я ей симпатичен. Она мне тоже понравилась. Ты откуда знаешь, что ты ей симпатичен? Она сказала своим подругам. Ага. Клаве. Так. Всё. Мы пообщались. Я принял такое решение, что я приду к ней сюда. Уже лично здесь я буду с ней знакомиться, общаться и к чему-то идти, да, если получится. Ну, вы сегодня созванивались по видео. Да, да. Что-то ты почувствовал что-нибудь? Вайп. Я хоть и древний, но вайп знаю. Вайп – это настроение, да? Да. Волна. Настроение почувствовал. У неё у меня… Она ведь обрадовалась, да? Ну, да. Вау. Она рада была меня видеть. Но она неожиданного, что я сюда приеду. Слушай, смотри, ты рад, она рада, но есть один, кто расстроился. Есть. Мечеряков. Да. Вижу ты на нервах. Нет. Нет. Я знаю, что ты не просто ушёл с тета, ты паник, впал в какую-то депрессию. Ты чё, я в таком настроении тебя не видел ни разу? Нет, никакой депрессии нет. Чё ты? Всё окей. Давай не обманывай. Честно. Ну, видно, что что-то не так. Всё так, почему нет? Смотри, мы здесь ценим искренность. Чё ты сейчас играешь? Не получается, я считываю тебя, и все это видят. Ну, что, с тобой что-то не так? Всё нормально, всё замечательно, всё отлично. Приятная ожидаемость случилась. Вот, слева кричат. Мне кажется, немножко не таким способом хотел, чтобы меня сливали, но окей. Но ты считаешь, что тебя специально сливали? Да, да, сливают, сливали. Вот я не могу понять, смотри, если тебя сливали и уже общались с другим Димой, зачем тебе поставили эти условия, уезжая? Это, наверное, не ко мне вопрос должен быть. Ведь она, ставя тебе эти условия, дала надежду. Да, да. Выполнишь, типа, может быть, что-то будет. Мои ожидания, мои проблемы. Я не верю, что тебе всё равно, а я хочу в этом разобраться. И слишком много она сегодня загорала, надо позвонить. Нечего расслабляться. Сам говори, что надо правду говорить. Конечно, Тигран. Ну, говори как есть. Ну, блин, скажи, мне обидно, досадно, хочется, я не знаю, разорвать всё. Сидишь, блин, сам Сашу обвинял в том, что она, ну, как бы, клешнями надо выводить из неё всё. Спасибо, Тигран, спасибо. Спасибо, Тигран. Рахимова. Черкасов Андрей, Гуа, на связи. Привет. Слушай, ну, у меня не очень радостное настроение, потому что Дима Мещеряков, Дима Мещеряков, ты теперь не путайся, у тебя два Димы. Вот. Мещеряков, он в депрессии. Он сейчас сидит у меня на лобном, мы его пытаемся, как бы, взбодрить с ребятами. Я сейчас не иронизирую. Подождите, ну, Андрей, он не плачет, самое главное, а то отец не поймёт. Жёстко ты, ниже пояса, ладно. А тебе его не жалко? Он не плакал. Мне? Да. А что такое произошло? Чё, он в депрессии, я не пойму. Он в депрессии, потому что ему не нравится, как ты его слила. А, ну, мало ли чё ему не нравится. Знаете, мне тоже много что не нравилось, когда он мне писал такие вещи, поэтому... Хорошо, вещи, вещи. Всё взаимно. Он эти вещи тебе писал вчера, да? А с другим, Димой, ты общаешься уже неделю. Ну, не так, конечно, но да ладно. Если это Димка сказал, новенький, то пусть будет так. Смотри, вопрос, который у нас всех, как бы, есть. А зачем Диме надо было ставить Мещерякову условие, что ты 10 дней веди себя хорошо, при этом ты уже знала, что к тебе собирается, и ты нравишься другому Диме? Подождите, ну, я же отношения ни с кем не строю, я выбираю так же, как и мужчины выбирают. Поэтому их выбор был принимать эти условия, не принимать эти условия. Мой выбор – выбрать кого-то одного из Дим. Ну, нормально же, правильно? А ты уже выбрала? Я пока что нет. Ну, типа, я и не выбираю. Я уже выбрал. У тебя есть шанс. Я уже выбрал, Андрей, ты что? Я уже выбрал, хватит. Дима, ты мне сказал, мы расстаёмся. Дима мне вчера пишет, что мы расстались, поэтому... Тебя... Всё-таки Мещеряков тебя бросил, да? Кинул меня. Мы, конечно, не встречались, но расстались. Слушай, а мне кажется, я вот тебя поймал на вранье. По-моему, вчера, когда мы разговаривали, ты при всех сказала, да я с этим парнем-то один раз виделась, один раз пообщалась. Даже не виделась с ним ни разу. Но ты с ним неделю общаешься. Ну, моментом мы переписываемся. Хорошо, давайте тогда, если так будем разговаривать, чтобы я не была вружкой. Окей, мы с ним не общаемся неделю. У нас было в одной социальной сети два сообщения перекинулись, и в один день мы общались в другой сети зелёной. А это не он тебя в аэропорт довозил? Нет, нет, не он. Другой? Другой. Рахим, вот это что ты, это... Разгулялась. Разошлась. Смотри, какая хохотушка. А ты не хочешь Димку Мещерякову поддержать? Вот как он тебя поддержал в сложный момент? Я его вчера с проекта выгоняла. Какой поддерживать? Я вот сейчас не шучу, я просто смотрю на Димку, и ему реально неприятно. Мы можем с тобой хохотать сколько угодно, но ему неприятно. То есть тебе всё равно на его эмоцию? Мне на самом деле не всё равно. Я в любом случае, ну, как бы, я человек, и он человек, и мы можем чувствовать. Но, я скажу так, что, находясь здесь, он смог испортить мне отдых определенные дни. Меня заколебало, что при каждом удобном случае Дима, значит, начинает говорить, какая я плохая, что у меня не так, что есть лучше девушки, что я вообще самая худшая в его жизни, что я гнилая. Почему я потом, когда ему плохо, должна подходить и успокаивать? Пусть человек изначально думает, что он говорит. И я считаю, что действительно правильно вчера Дима сказал. Мы расстаёмся. Так, а новенькому Диме что-то хочешь сказать? Он тоже тебя слышит. Ну, новенькому Диму что сказать? Ну, вот я лишь только могу ещё раз напомнить ему, что он сказал. Я пришёл на проект и не уйду до тех пор, пока Элина не выйдет за меня замуж. Вот поэтому хочу пожелать ему придерживаться своих слов. То есть ему тоже желаешь не ездить в химки, никого не трогать и вот дождаться тебя? Да. В принципе, те же самые условия. Мы тоже так. В принципе, те же самые условия. То, что я вижу у него в социальной сети, мне не подходит. Тусовки с девушками, обнимашки с девушками мне не подходят. Ладно, мы тебя услышали. Долго тебя отвлекать от отдыха не будем. Всё, давай отдыхай. Взаимно. Давайте. Пока. Жестоко или нет? Нет, нормально всё. Нет, Дим? Нет. Нет ощущения, что тебе плохо, а ей ещё от этого лучше? Да, есть. Ничего страшного. Жестоко, да, жестоко, но и Дима тоже поступал жестоко с Элиной. Они в пинг-понг играют, им пока сейчас, это они кайфут от этого или получают эмоции. Когда-то Дима радостный от Элинки, когда-то он грустит от Элинки. То же самое у неё. Не знаю, ты должен усвоить, что действительно у вас ничего не получится. И ты вечно будешь для Элинки какой-то непокой. Хорошо, у него не получится. А у нового, Димы, шанс есть? Ну, как бы, Элинкин типаж, светленький спортсмен, мужик, так сказать. А там видно будет, всё может быть. Но я думаю, что тебе, вот так как он говорит, что ему действительно нравятся такие буйные и агрессивные, ну, образно, то ты на верном пути. Ага. Игорь? Ты специалист по Элине? Что я могу сказать? Мне непонятно, почему говорят Диме, что он в чём-то там виноват, оба хороши. Но я почему-то, припоминая, как у них начинались отношения, он к ней отнёсся от души, а потом в свой адрес услышал, что это всё было из-за жалости. Поэтому изначально было понятно, что оба начали не с того. И во всей этой ситуации, я думаю, было бы намного неприятнее, если бы он вообще этого не знал. Поэтому это очевидная неприятность, так скажем, которой Дима был готов. Вот, о чём могу сказать, надо действительно сепарироваться, да, Саша, ребятам. Или, не знаю, там приезжать с Димой, поближе знакомиться. Но нашему Димасику я говорил, иди дальше. Вон, не знаю, рассматривай малышек, чтобы твои нервы были здоровы. Саша Чернов. Вот какой из Дим ей больше подходит? Давай так. Никакой. Да, никакой. Никакой абсолютно. Потому что она уже сейчас не успела с ним познакомиться. А у тебя там обнимашки с какими-то девчонками. И Лина говорит на всем о том, что она поменяла отношение к отношению. Ничего не поменялось. Я помню, это было 4 месяца назад при общении со мной. Я там ничего себе не позволял. Какие-то были общения по этому поводу. Сейчас так же. Я думаю, что так всё не начинается у людей. Я считаю, что всем за всё воздаётся. А, бумеранг? Ну, конечно. А, поэтому ты и кайфуешь. Да. Изучив Элину, я понял, что ей важен процесс игры. И всё, что происходит между ней и Димой, это вот самые настоящие жестокие игры. И всё вот начиналось больнее и больнее с оскорблений. Не прийти на день рождения. Потом оскорбить, переспать с другой женщиной. И сейчас вот она вот такой монетой, как будто собирается отомстить. Но фишка-то знаете в чём? Почему она с новым Димой не будет? Потому что Дима уже не так глуп хулиган, как нам кажется. Он теперь заготовил такой контрудар и контратаку, что мы только будем наблюдать в будущем. И Элина будет с тем, кто сможет её обыграть. Вот такой вот человек-то. Какой-то коварный план у Мещерякова? Конечно. Он пока сейчас не знает, что делать, но потом придумает. А дальше, после него, опять Элина что-то очебучит. Вот они, чем изощрённее это делают, тем им больше нравится, и они кайфуют от этого. Хотелось бы нового у Димы спросить. Смотри, ну, многие ребята говорят, что шансов у тебя мало. Тебя, как бы, это отпугивает, ты уже хочешь уйти? Для меня это просто слово. Я знаю то, что у меня всё нормально будет, я в себе уверен. Всё будет? Сто процентов. Мы тогда ждём возвращения Элины Рахимовой, чтобы увидеть, как у неё всё будет с Дмитрием Кутузовым, и посмотреть на коварный план Димы Мещерякова. Чего возьмёт? Узнаем, когда вернётся Элина. Мы переходим ещё к одной теме. Есть ещё один грустный мужчина. Он тоже, скорее всего, в депрессии. Игорь, что случилось? На тебе нет лица, нет энергии. Что произошло? Я сегодня ночью, когда находился без Клавы, она там отдыхала, получил такое сообщение, на которое сначала давал такую неоднозначную реакцию. Я находился в шоке, я читал как будто бы по-русски, а в моменте показалось, как будто вообще не понимая, что происходит. Сообщение от Клавы. А давай так, давай его просто зачитаем. Так, она ему пишет. Будет неприятно читать, но как есть. В общем, мне было непонятно от слова совсем, что происходит и так далее. У меня к тебе появились чувства, но всякие знаки вели к другому человеку. И сегодня мы встретились. Сначала было непонятное состояние, но потом всё ушло в отрицание, и остальное время я даже не замечала его. Ты не любишь, конечно, сравнения, но сегодня я их сделала. И пришла к выводу, что ты самый лучший парень. Я действительно тебя полюбила. Мне больше не нужны клубы. Я все вопросы внутренние закрыла. Для меня было очень важно понять. И я поняла. Теперь я буду бережнее к нашим отношениям. Представляете, ну, что у меня вообще в голове происходит? То есть всё это время, сколько вы встречаетесь, у Клавы были чувства к другому человеку. Это, ну, видимо, да, какие-то вопросики. Хотя мы начинали отношения с того, что я понимаю, что, скорее всего, есть какие-то хвосты. Я сразу про мужа с ней поговорил, про различные там соцсети, которых она удалилась сразу, где она там была, да, и какие-то возможные там знакомства ухажёры. Я просто, извините, пожалуйста, я расставлю акценты. Первый акцент. У неё, значит, были чувства к этому человеку. Второе, они встретились. Вчера, я так понимаю. И в-третьих, после этой встречи она поняла, что там ничего хорошего не будет. И теперь у вас всё будет хорошо. Я сейчас ставлю отношения на паузу. Это моё принятое решение. Объясню, почему. Потому что у правды есть границы всегда, а у воображения нет. А у меня она очень богатая. Я думаю, каждый представляет, ну, что я думаю на этот счёт, как Клава там выясняет, какие-то вообще отношения, находясь со мной. Для меня это странно. Для меня это тоже своего рода измена, но духовная. Я говорю, как ты проверяла? Может быть, это разговор, или поцелуй, или что-то жёстче, всё что угодно. Мы не знаем, духовная ли это измена. Может, она всё поняла после чего-то другого. Всё, понимаешь, что там-то и дело, что после наших тех ссор у меня немножко доверие подорвалось. Я теперь постоянно, как на пороховой бочке, ожидаю, что что-то может произойти. После такой ситуации, после такого чистосердечного признания, я не нахожу себе место и не вижу другого выбора, как не прояснить всё до конца. Тебя обманули, ты считаешь? В любом случае. Когда мне человек говорит, что меня любит на днях, когда я признаюсь в том же взаимно, для меня это странно. И для меня самое страшное, что я действительно не знал человека всё это время. Ну, просто получается. Да, вот этот момент. То есть ты ничего не чувствовал, ты ничего не видел. Нет, я чувствовал. В том-то и дело, многие думали, что я с ума сошёл за периметр. Да, мне было неприятно, что меня как будто бы, как знаешь, крайнего выдвинули за периметр. Но я чувствовал порой вот какой-то холод. Это то жарко, то холодно, то жарко, то холодно. И я начал понимать прекрасно, что это какие-то вот эти эмоциональные качели, на которые Клау любит меня подёргать. Ладно, это шутки, это бог с ними. Но когда мы перетекаем к таким ситуациям, я уже не могу верить в плане мужа и её выводов. Ну, то есть нету ценности слова от слова совсем. У меня такое впервые, но я не нахожу другого выбора, как не найти этого человека, с кем она сегодня была. И, возможно, даже я поеду в клуб и смотреть камеры. Потому что доверия нет совсем. Верить на слово я не могу больше. Два пути. Первый. Ты признаешь ситуацию и видишь, что в клубе у них есть объятие... Всё, до свидания сразу. Тогда до свидания. Сразу, да. Ты смотришь камеры и видишь, что... Просто общение. Тогда что? Будем разговаривать, Андрей. Но для меня как минимум непонятно, как это возможно, как человек может. То есть находясь в отношениях, общаться с другими... Я не знаю, честно, я не понимаю, с чем это происходит. Там не просто общение, она говорит, чувства. Ну да, ей надо было убедиться, если... Что её тянуло к другому человеку. Если что-то, да, то есть ей нужно было прояснить, нужно было понять. Но для меня это чужой человек сейчас непонятный. Волок в овечьей шкуре. Я думаю, вряд ли сейчас кто-то поймёт меня из мужчин, правда. Но такое у женщин действительно бывает. То, что когда ты начинаешь встречаться с новым парнем, ты можешь пока ещё думать про бывшего. Такое правда бывает. Но это всё происходит, там, не знаю, в первый день, в первую неделю. То есть какие-то свои гештальты ты можешь закрыть или не закрыть, наоборот. Но зачем об этом парне своём нынешнем рассказывать? Смотрите, вот сколько раз я говорю, да, что мужчина отличается от женщины. Не из-за того, что я хочу себя как-то превознести и выше себя поставить. Нет. Мужчина, даже если он изменяет, он думает вот этим делом. Женщина головой. Когда девушка встречается с мужчиной, ну не два, уже больше, там, около трёх или два с половиной месяца, и она до сих пор не разобралась в своей голове, что с кем она живёт, с кем она знакомит ребёнка своего, с кем они вместе живут. Если она в голове своей это не уяснила, не расставила всё по порядку, какого хрена тогда ты сидишь и делаешь возле этого мужчины? Вот для меня тоже это измена. Да, мы сейчас действительно сталкиваемся с такой женской холоднокровностью, да, на нашем проекте. Мужчины у нас очень сильно страдают. Неужели, чтобы понять, что ты любишь своего парня, нужно идти общаться со своим бывшим? Это в голове вообще не укладывается. Какие-то знаки ей указывали. Действительно, знакомит Игоря со своим сыном, с мамой, приводит его в семью и холоднокровным расчётом каким-то уничтожает человека изнутри. Я сейчас Игорю никакие советы давать не собираюсь. Всё на его плечах, действительно, ему в его кроссовках, в его шкуре больше понятно, что дальше делать. Что касается меня, поехать выяснить с кем-то, собрать камеру, и мы это сделаем, мой друг. Всё. А этот парень, это бывший парень? Нет, это парень, с которым она хотела быть, но у них ничего не получилось. Ну, бывший, не бывший, я там подробности толку не знаю. Бывший, будущий, непонятно. Да, не всё, какая разница. Вот кто-то говорит, да я бы не выяснял. А мне вот представьте, мне в голову насрали просто вот эту информацию, и живи с этим просто, думай. Гоняй какие-то мысли, зачем мне это надо? Игорь, как ты в мужице, скажи? Ты теперь не то, что ты её за хлебом доверяешь, что не можешь отпускать. Это очень, ну, понимаешь, у меня, так скажу, по отношению к девушкам такая тема очень параноическая часто бывает, очень сильная. Я могу себе напридумывать, а здесь почвы для этого очень много. И поэтому, чтобы эту почву закрыть и прийти к логическому завершению, я докопаюсь до истины, я дотянусь до этого парня, я приеду в клуб, подниму камеры, поэтому буду сейчас этим вопросом заниматься. Слушайте, ну в любом случае ситуация сейчас вот она в воздухе, она будет иметь своё развитие, а многое зависит от их разговора с Клавой. Что она тебе скажет, как ты отреагируешь, нам остаётся только ждать возвращения Клавы. Игорь, как бы ни случилось, мы все надеемся, что ты примешь правильное решение, о котором не пожалеешь. Дом-2, новая жизнь, не переключайтесь, потому что после лобного места, ну, точно самое интересное. Спасибо. Я знаю, мы, допустим, расстаёмся, мне там тяжело, заперинято, я смотрю через неделю, понял, там эти ролики, а у них всё хорошо. Я с ней разговариваю, она говорит, типа, дай это маска, типа, она сама это признаёт, понял, чтобы не показывать, типа, боль, там, переживания свои. Такое, конечно. Честно, у меня такое ощущение, как будто я сплю, просто ущипните меня. Ты после этого испытываешь к Иллине теперь что-то? Да, какие-то чувства. К Иллине ничего не испытываю. Потому что всё это время чувства-то были только, по-моему, с твоей стороны к ней. Ну, скажи, что ты был расстроен из-за того, что ты как-то сидел в троих? Нет, я всегда рад, что Бог подсвечивает, да, что-то, что Он мне даёт увидеть то, что я раньше не видел, например. И круто, на самом деле, что я узнал об этом, обо всём, пока не ушёл дальше, да, в эти дебри, пока ещё как-то сильнее не влюбился. Классно, что вот так всё сразу прояснилось. Во-первых, у нас отношения начались не с того. Изначально с дружбы очень сложно. Я, честно, до этого никогда не дружил с девчонками, да. И отношения начались с дружбы, и, скорее всего, вряд ли они куда-то зайдут дальше. Поэтому я желаю счастья Иллине, я желаю вот с новым парнем, наконец-то, построить отношения всего самого лучшего. Ну, то есть ты всё отпускаешь, да? Да, я ухожу в сторону, я отпускаю ситуацию, да, как бы там было неприятно бы сейчас. С такими подколами звонить, он там не плачет на лобном. Мне тоже тебе понравилось. Это очень жестоко, это очень холоднокровно. Возможно, я сам заслужил, да, такое отношение к себе, поскольку там у меня были другие женщины за периметром. Но всё воздаётся, как говорится, поэтому, что мне сказать ещё? Мне нечего тебе даже посоветовать. Я просто не верю. Это тяжело, когда ты не понимаешь, что же там внутри. Когда ледяное сердце, и причём, знаешь, целенаправленно, то есть девчонки вот таковым делают, чтобы, может быть, не быть уязвимой, но тем самым они делают очень больно другим. Значит, всё это время, мне кто-то в голове сидел, тогда как ты была со мной? Как ты ложилась со мной спать? Как ты призналась мне в любви? То есть я не понимаю, как я могу находиться сейчас с Клавой и поехать за периметром встречаться с какой-то бывшей девушкой, понял? Я не понимаю, как это возможно вообще? Всегда, знаешь, за такими ситуациями я делаю в 10 раз больнее людям. И, возможно, что-то да и будет. Пока что я не знаю, что, нет никакого плана там наполеоновского. Короче, очередной пинг-понг будете играть? Нет, пинг-понг с ней играть я не собираюсь больше. Нет такого ощущения, что хочется этому Диме, я не знаю, напинать? Нет, нет. Почему, за что? Ну, то, что... Хотя, да, кто тут виноват? Почему виноват? Нет, ну просто бывает такой пацанат. Раскрыть глаза, допустим, раскрыть глаза. Да, или пойти, раскрыть глаза, сказать, вот такая она. Что, например, странно, да, что Лина ставит всем условиям. Ну, вот мне не нравится, что один, что другой ходит по клубам, обжимается с другими девочками, а сама себе она это позволяет. Да-да-да, сама такая. Это ее проблемы, ее дело, я думаю, я, наоборот, хочу увидеть их отношения. Наоборот, хочу, чтобы он... Сам понял, да? Нет, нет, почему? Может, вдруг у них что-то получится, вдруг это действительно... Ее типаж, и я желаю только наилучшего ребятам, что мне что-то предъявлять. Мы были не в отношениях. Да, она там поставила условия мне какие-то, но она же играла просто со мной. Не было никакой искренности. Пусть вот когда она в следующий раз соберется, там, уходить из проекта, пусть ее поддержат те, кто отвозил ее в аэропорт, пусть ее поддержит Димасик, пусть ее поддержит тот человек, с которым она целовалась в клубе. Руки помощи больше не будет. Хочу как-то заглушить эту боль, я хочу идти дальше. Просто-напросто спасибо Богу за то, что он видит и подсвечивает что-то сразу, да? Потому что дальше, если бы я дальше еще подсел на эту эмоциональную иглу, я бы с нее не слез, было бы очень тяжело. Ну что ты скажешь насчет Элинки? Что-то она там уже словечко молвила, мол, что-то там мне такое не подходит. Ты что там с девчонками, шуру-муры? А нет, это так чисто, подруги. Подруги? Да, знакомые, потанцевали. Пока сюда ехала с девчонками, да, там что-то? Нет, это вчера было. А, ну как тебе то, что она сказала? Да мне такое не подходит? Ну, она не так сказала. Как она сказала? Она сказала, мне такое не понравится. Ну, типа, не нравится, если я буду так делать. Правильно? Нет, она говорит, мне такое не подходит. Нормально все, мы пообщались. Понравится, да? Нет, так. Ну, ты как вообще? Ты вот, когда начинаешь с девчонками встречаться, ты там верный или ты там... Конечно. Хулиган? Хулиган в каком плане? Как Дима хулиган? Нет, ну Дима, да нет, Дима не хулиган. Ну, в плане, как же, много девчонок любишь возле себя там. Да нет, зачем, ни одной достаточно будет. Да? Ты верный? Я, я, конечно. А ты говоришь, у тебя были, такие девчонки были уже? В плане, какие? Ну, такие, буйные. Были. Ирина, здесь, блин, направо-налево всех на трибуку поставит. Ну, научу ее разговаривать в моментах, научу, где как надо разговаривать, где можно, а где нельзя. Это надо, чтобы, да, девушка сильно заинтересована была мужчине. Мы постараемся сделать так, чтобы сильно заинтересовалась. Ну, пока все, ну, вот все, я жду ее здесь. Она приезжает, мы с ней здесь общаемся, знакомимся. Почему такие буйные не нравятся? Я не знаю, я сам такой человек. Ну, мне прямо, я не люблю таких девушек, которые вот так сидят вот на месте вот. Не, ну, смотри, тут опять же как бы. Такие, мне не нравятся такие. Ну, ты любишь поставить разборки, что ли? Нет, 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 да у нас, нет, она может быть там такая вся, но все равно она будет, типа, ну, все, хорошо у нас будет. Да, но это не про Велинку. Ну, ну, ты же, это самоклон. Ну, если я буду каждого здесь слушать, кто что говорит, зачем, зачем я сюда пришел. Привет, малышка. Че, как? Как дела? Короче, встал мне игр. Цитирую, цитирую. Сейчас, подожди секундочку. Короче, в мат, честно сказать, от ночки твоей гоняю мысли везде. Че было? И все? Ну, пока да. У нас, типа, вот была Лунная, он зачитал сообщение, которое ты ему прислала. Но он дал явно понять, что он допускает любые мысли, что могло быть, как ты могла проверять эти чувства. И хочет просто докопаться до правды. И хочет, типа, поднять камеры, там, я не знаю. Типа, ну, что он себе места просто не находит. Ну, пусть я могу тоже только человеку этого дать. Ну, в принципе, я думаю, вот так он сказал, что он хочет с ним связаться тоже. Он сказал, что он хочет с ним связаться и пообщаться. Ну, ищи, без проблем. Типа, ну, ищи, без проблем. Мне больно. Потому что то, как я к ней относился, я считал, что, ну, я заслуживаю просто другого. Я хотел абсолютно другого. Я понимаю, что все это просто в один момент, ну, все, что мы выстраивали, все, что мы проходили, то, чем жил ты и дышал, просто рассыпалось вообще вот так за секунду. Просто рассыпалось. И ради чего все это было, ты просто не понимаешь. Имия, а ты можешь сказать тете Вике, что ей надо делать, чтобы она была самой лучшей мамой? Спать укладывать? Да. А что еще? Там приводить гости к бабушке. Приводить гости к бабушке? Да. Он же любит свою бабушку. А вот что, мама, что вы с мамой делаете? Играем все. Играть. То есть тете Вике надо тоже играться? Да. Сорево. Главное, покажи щасочек. Вот щасочек. Вот это большой. Большой? Да ладно, скоро. Скоро по яйцам. Да, конечно. Ты тоже был на животе. Мама тоже был большой. Она, блядь, у него разрешение спрашивает. Могу ли ей дать тебе номер? Братишка, ну. Вот еще одна дверь. Тварь! Все, все, успокаивайся. Тварь! Тварь! Ну. Жестко. Что происходит? Взял пацана уши. Тебе, блядь, его одобрение важно. Когда у того мужчины, которому ты говоришь, что ты его любишь, есть вопросы к этому типу, с которым ты ночью там общаешься. И ты, блядь, у него спрашиваешь, можно ли телефон дать твоему парню. Разговор не задался, потому что я ей позвонил, попросил номер этого парня. Она мне его не хотела давать никакими способами. Больше всего меня удивил тот факт, что она скинула мне переписку, где писала ему, спрашивала разрешение, можно ли позвонить мой парень, потому что здесь неприятная ситуация, и к тебе есть вопросы. Это меня вообще просто убило. То есть ты переживаешь, как там вообще, там, комфортно ли будет человеку со мной разговаривать, а нормально ли это. Спрашивай у меня о том, зачем мы вообще его притягиваем. А нахрена ты тянешь его в наши отношения? Конечно, у меня появятся вопросы. Спустись на землю, блядь, что ты творишь, что ты делаешь? Номер, говорю, скинь. Я успокоюсь, сейчас выдохну и наберу ему. И для себя по-мужски вместе с ним проясню всю ситуацию. Она просто, видишь, как бы она такая, она все время его провоцирует. Плюс она, кстати, вчера очень много говорила о том, что вот я игры проверяю. Помнишь, Кать? Я игры проверяю, я игры проверяю. Это завершать надо, это он вот так и будет потом каблуком нормальным. Уже вот хавает все, что она делает. Я был в таких отношениях, х** надо, вот. Влюбляешься, блин, первый, потом... Ему это надо, поддержи его там. Да не надо поддерживать, Саша. Не знаю, что говорить о таких ситуациях. Да ничего не надо, пусть сам с собой. Что он маленький? Тут два варианта, или ты дальше хаваешь это, или ты... Я не знаю, тут как бы, я сколько знаю, что... Я, честно, вот не поддерживаю вот это вот, знаешь, ходить там по пятам и расследование вести, как этот... Все уже сделала. А ты точно... А ну давай посмотрим, маленький целовал и здесь... Язык не зашел, бротик. Все, дальше, значит, общаемся. Привет, меня Игорь зовут, я парень Клавы. Слушай, она мне рассказала, вы там с ней встречались вчера? Встречались, было дело, да. Вот, у меня к тебе вопрос сейчас, чисто как, ну, пацан к пацану, если есть какая-то солидарность, сможешь мне, ну, просто быть со мной честен, ты меня лично не знаешь, как прошла ваша встреча, в чем был вопрос и чья была инициатива. А вы давно вместе? Два месяца. За тебя, она сказала, что ты просто парень с проекта, ну, типа, не настоящий парень. Ага, так, чисто тут, да, такой, игрушка. Да, игрушка, игрушка, игрушка. Ну, ты мне просто, смотри, ты мне скажи, как у вас диалог сейчас? Инициатором была она, написала мне там где-то, где я, ответилась. Мне кажется, то, что ты достаточно легко вливаешься в коллектив, вот с девчонками даже там общался, тоже. С Васей. А с Васей тоже, да, сегодня еще пообщался? И как? Интересная девушка. Ну, в общем, я к тому, что ты справляешься, на самом деле прикольно. Ну, твои ощущения как? Мне интересно здесь находиться. Люди очень интересны, творческие. Охота с ними поговорить, получше узнать, завести знакомство. Ну, вот, судя по тому, как мы с тобой общаемся, там, может, первый день, есть ли какие-то мысли у тебя? Хорошая ты, понравилась мне, ну, мне это сразу понравилась. Ну, да, я... Поэтому я поехал, я так бы... Не решился бы. Да. У вас сейчас что-то было помимо разговора? Нет, эта ситуация уже случилась, уже случилась. Она кончена, она кончена, понимаешь? Кончена. Давай, я оценку буду сам выдавать. При наличии парня, смотри, при наличии парня. Она сказала, вот, все это время я схожу там с ума, я там по тебе схожу с ума. Это вчера у вас разговор такой, да, был между вами? Да, конечно, естественно, естественно. Игорь, я тебе еще один момент скажу. Если бы, если бы, если бы, если бы, вчера я захотел, захотел ее... Это было бы просто легче воздуха сделать. Вот. Она мне просто понял, она мне просто, она мне просто не нравится, поэтому, как бы, я не целовал бы она ничего. Все прикосновения были с ее инициативой. Смотри, оценку я сам дам, я тебя услышал. То есть, получается, вчера она все хотела с тобой увидеться, договаривалась, вы увиделись. Да. И по итогу ты ее отшил, ну, вчерашний, а? Ну, как, как тебе? А про меня, она что, ты говоришь, типа, у тебя же парень есть, да? Что ты говоришь? По поводу меня, то есть, она тебе говорила, да, это типа так, пацан просто на проекте, да, ничего не значит для меня. Нет, она сейчас, она сейчас сказала, она сейчас спросила, можно ли дать мой номер субкона? Я говорю, кому, Анна говорит, это, говорит, вот, у меня на проекте есть парень. Вот и все. Мне даже ее мама, даже ее мама говорила недели две назад, потому что она там до сих пор по тебе сходит с ума и так далее. А эти два месяца вы как-то общались, писал о тебе? Конечно, писал. А, не папа, не в мою кучу совершенно, не в мой формат. Понятно. Такой, действительно, мужской совет, Аня, не льду, там, с ней никакие отношения и так далее. Все, я тебя понял, ладно, хорошего вечера, давай счастливо. Я ошибся и поверил в то, чего нет. Я буквально на днях понял, осознал, как она мне дорога, как мы время проводим там с Робертом. Ну, я просто близко это подпустил и понимаю, что, ну, это ничего не стоило. Это все была игра и отношения со мной, они были просто ради проекта, потому что здесь, может, было удобно или какой-то свой план был. Я не знаю, как она сказала, там, да, это парень там с проекта какой-то. Игорек, честно, ситуация, конечно, вообще люто жесткая. Люто, люто, люто. Но, может быть, как бы все-таки такие вещи, если учесть то, что там ничего не было, может быть, рассмотреть как бы на то, что простить можно. Да, в смысле, Саш, она находится со мной, она не говорит, что она меня любит, она встречается с Тепом, целует его, держит за руку. Пошла. Игоречка, я не оправдываю. Я не оправдываю, ты услышь, я не оправдываю ни в коем случае вообще такое поведение. Но я про то, что прям вот супер криминального вот в данный момент ничего не произошло. Серьезно? Не-не-не, я постараюсь. Для меня это хуже. То есть, прикинь, она с Тепом встретилась, она там держала за руку, вот там целовалась, общалась, спрашивала о его чувствах, что-то для себя прояснить. Он ее отшил, и вот у я. Это жестко, Игорек, это жестко, честно, это очень жестко. Пусть дальше выбирает, я переживу, честно. Мне еще давно, ну, давно еще, мне все говорили, я как всегда дурак, да нет, со мной по-другому будет, знаешь, такую тему. Реально в ней что-то светлое разглядел, реально поверил. Не, нахрен, я даже не хочу здесь находиться. Просто, Игорек, смотри, дело в том, что я как раз-таки одна из самых первых, кто тебе говорил о том, что она вставит тебе нашу спину, но просто... Да. О. Да. Поговорил? У меня с тобой больше нечем разговаривать, ты конченая, я жалею вообще, что поверил тебе, я жалею то, что тебя кто-то разглядел светлое, ты конченая. Я тебя знать не хочу, поняла меня, я тебя не хочу знать больше. Поняла она все, поняла, как он ее отшил. Понял, что это было? Конечно. Гварь, отвечаю, боже. Ну что, отсчитывал. Он говорит, я смотрю, ты из Сибири, говорит, номер у вас там на 913 начинается. Он говорит, я тоже из Сибири, я тебе, как, говорит, сибиряк, сибиряку говорю. Типа, если бы, говорит, я хотела, я бы вчера бы ее шлепнул. У меня, говорит, есть кружок, где, короче, она меня целует, на меня вешается, за руку меня держит. Вот, он, говорит, завязывай. Вот прям, вот если, например, выбирать такую девушку для того, чтобы с ней жить, я ему уговорила всегда. Уже изначально не надо. Игорь, не надо с ней было вообще, в принципе, начинать встречаться. Вот, это и мой случай. Сейчас я на серьезке. А если просто, как бы, там, на пару не тень, то нормально? Он мне сейчас как сказал? Он говорит, ребят, я вас всех не слушаю, потому что я думал, что со мной будет по-другому. Да, ладно, мы все так думали. Ладно, но он же не думал, что они будут по ночам говорить о любви. Я тоже свое имя выбрал, не надо было выбирать. Ну, он первый подсел. Он подсел, конечно. Первый. Не первый, а только он подсел. По-моему, он единственный, а не первый. А что там? Что-то было, проявля? Пообщался я с этим типом. И что он здесь? Ну, что, говорит, братан, если бы я хотел, сейчас бы, говорит, все было. Да ладно. Держала меня за руку, щечку целовала, спрашивала про чувства. За руку? Угу. Не, ну, ты сам решай, бро, я бы не принял после этого. Что, прикалываешься, что ли? Фу, это жесть вообще какая-то. Да, бро. Просто жесть. А, она ему сказала, да это так, парень, с проекта, ну, типа, не настоящий. Это так, с проекта парень, понял, такой, ну, дурачок. Жесть, бро. Такие бабы бывают жестокие. А там, братан, крайняя койка свободна, да? Да, конечно, да, твоя всегда свободна. Я ее стерег. Какой же я дурак просто, какой же я дурак, братан. Жесть такая жесток. Я поверил, что, ну, типа, я знал, что, да, клава, это в натуре снаряд в голове. Я реально верил, думал, что человек оценит, потому что я сам, ну, почувствовал это желание. Не на стол даже. Отношения выстраивать. Мне просто, на моих чувствах, на моем отношении просто проехались и все. Для нее это ничего не значит. Братан, я реально ее полюбил, я реально ее полюбил. Нахрен ты сюда пришла вообще? Я тебе серьезно говорю. Меня каждый человек, каждый человек просто отговаривал. Я говорю, нет, она не такая. Нет, другая девчонка. Я другую ее рассмотрел. Идиот. Ты говоришь, не поменяется, значит, как он поменялся. Тут горяченьким попахивает. Почему? Почему ты во всех ворота закидываешь мячик, а про себя не помнишь? Он уже перерос. Да, просто. Как бы, семья это семья. Ну, или на крайних случаях ты об этом никогда уже не узнаешь, что ты уже жена. Вот. Нет, все тайное становится явно. И даже если это случилось, неважно завтра, через неделю, через месяц. Вик, забудь уже все. Я же тебе сказал, что не будет больше, и все. Сказать можно все что угодно. Клава вчера тоже много чего Игорю говорила. Ну, сравнила меня с Клавой. Здрасте, Вик. Игорь, все, ты чего? Скажи мне, зачем? Вот это вот все зачем? А, просто мне интересно, зачем? Ну, зачем это все? Братан, скажи просто, что это не со мной происходит. Я не верю, что так может быть, честно. Я не верю. Такого не бывает, братан. Все нормально, бро, у нас будет. И на нашей улице будет праздник. И будет в 10 раз круче девчонки, чем эти. Я тебе так хочу сказать. Я действительно ее полюбил. При всем при этом. Я не знаю, может, он скажет, что я безумец. Но прекрасный человек. Я знаю, за что ее полюбил. Я знаю, за что я ее принял. Но мы не сможем вместе находиться. Она не поменяется. Она не ценит ничего. У нее границы все стерты. И в этом, возможно, не она виновата. Но я не хочу в этом разбираться. Я не хочу посвящать во все это свое время, здоровье, внимание. Я считаю, что я сделал все, что мог. И отдал себя всего полностью человеку, который просто это не оценил. Ну, такое бывает. Надо идти дальше. Что тут поделать? Ничего страшного. Пару дней поболит и пройдет. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...